всем привет у нас сегодня новый видео обзор и как вы можете видеть в этот раз мы поговорим о су-57 масштабе 1.48 от компании звезда и это полностью новый набор еще раз напомню то что это 48 масштаб до этого модель выходила в 72 масштабе и честно говоря как-то я немного проворонил этот релиз но он вышел вот только в декабре поэтому будет интересно посмотреть вообще что идет в комплекте что изменилось собственно в укрупненной модели и как она была разработана я думаю это будет более менее понятно когда мы увидим отливки ну и собственно само качество пластика и как выполнен истребитель коробка очень большая скажем так для 48 масштаба даже размеры впечатляют и бокс арт очень красивый как я уже неоднократно говорил вот вы можете видеть сравнить с моей рукой но как я уже говорил сам бокс арт конечно было бы интересно увидеть еще и в качестве плаката картины или может быть даже на футболках очень красивое изображение здесь у нас идет информация безопасности также есть цвета в томиевских и звездовских цветах и на задней стороне у нас здесь немного информации о самолете настоящем самолете и также внутри 249 деталей а собранная модель будет иметь длину 41 и 9 сантиметров очень странно конечно то что еще размах крыла не указывает для самолета хотя мне кажется для самолетов это очень важная информация но почему-то звезда упорно пропускает эту информацию указывает только вот длину 41 и 9 что само по себе как бы внушающая цифра потому что немного модели 48 масштабе имеет именно такую длину явно займет много места собранная модель поэтому рекомендую быть к этому готовыми если вам такие масштабы не по силам некуда их размещать то лучше взять 72 модель здесь у нас еще на другой стороне идут другие наборы 48 масштабе там был и у 2 вот кстати который мы рассмотрели недавно обзор на английском с автоматическими русскими септитрами должен быть онлайн поэтому можете просто набрать номер набора в нашем канале посмотреть набор как обычно запечатан вот этой наклейкой и сейчас мы ее откроем это все легко сделать острым ножиком ну и я могу догадаться то что здесь сам дизайн коробки немного отличается например от того же и у 2 потому что и у 2 как вы помните там была обертка и внутри коричневая коробка здесь же явно видно то что сама коробка сразу на ней присутствует цветная печать и это характерно для крупных наборов от звезды потому что по-другому они их не умещают здесь кстати внутри идут еще и другие наборы p2 su2 и в принципе они все уже хорошо известны вам вот что у нас идет внутри и половина фюзеляжа никак не упакована как вы можете заметить очень интересное решение ну и декали идут в отдельном пакете инструкции сверху литники уложены в один пакет и собственно мы все это будем рассматривать сегодня кстати вот еще и цветные профили есть на месте но все по порядку поэтому не будем спешить вот это вот небольшая заметка с советами по безопасности ну тоже традиционная такая вещь для звездовских наборов и в принципе внутри места достаточно я думаю здесь особых проблем не возникнет и сейчас начнем как некоторые писали вот у нас выходят обзоры и есть у них автоматические субтитры на русском разумеется я буду стараться дублировать еще и на русском языке полностью вот как например вот этот обзор но это требует определенного времени поэтому если вы хотите поддержать подобную инициативу у нас есть специальная кнопка для финансовой помощи которая собственно и поможет нам распределить время или же купить новую технику которая улучшит качество вот здесь вот еще и кнопка join есть это специальное членство в клубе ютюба там есть уже определенные скажем так сюрпризы которые вы получаете можно даже получать один бесплатный набор в месяц поэтому наверняка кого-нибудь это заинтересует рекомендую обратить внимание здесь мы начинаем с половины фюзеляжа верхней собственно сам фюзеляж поделен по продольной оси вот вы можете видеть сравнить с моей рукой это огромный фюзеляж и собственно он сразу уже дает понимание размеров модели кстати обратите внимание на поверхность этой детали потому что здесь у нас идет не гладкая поверхность и здесь собственно хотелось бы задать вопрос к знатокам потому что самолет я видел единожды скажем так живьем и особенно не помню если честно какой там был, собственно, скажем так, финиш на поверхности этого самолёта. Как вы можете видеть, здесь он немного шершавый. И наверняка он такой же должен быть и на модели. Кстати, носовой обтекатель отлит заодно. Обратите внимание, что панельные линии или линии расшивки не очень глубокие. Хотелось бы, конечно, вот эту деталь получить одной цельной частью, потому что в таком заметном месте иметь сборку из двух половин, но это не очень круто. И как-никак на дворе 2020 год, а мы здесь получаем носовой обтекатель, который разделён на две половины почему-то. Ну, непонятно, почему так было решено. Но при этом обратите внимание на то, что передняя кромка крыла и задняя, они отлиты заодно с верхней половины фюзеляжа. Собственно, нижняя будет вставляться внутрь, и стык не будет виден между вот этими вот половинами крыла, что тоже похвально. Спереди у нас есть ещё и направляющие штифты, которые помогут со стыковкой, потому что детали очень крупные, ещё раз повторюсь. И здесь очень важно смотреть, что да как совмещается, потому что наверняка какие-то сюрпризы будут. Ну, такие крупные детали, они как бы не очень простые в сборке, как бы это не хотелось не говорить, скажем так, и все прекрасно это понимают. Здесь вот, разумеется, обязательно нужно будет удалить вот эту распорку посередине, потому что там идёт отсек для вооружения, при этом есть и ниши шасси куда вставлять. И, кстати, сопла двигателя, вот я смотрю, они будут собраны отдельно. Здесь у нас идёт только часть. И, собственно, приготовьтесь к установке. Наверняка это облегчит ещё и окраску, мы посмотрим на деталях. Но, в целом, опять всё, вот эта вот проработка внешняя, она выглядит очень даже неплохо. Хотя, конечно, многие скажут, что в 48-м масштабе хотелось бы ещё больше. Но не будем забывать о цене этого набора, потому что она не очень большая. И, кстати, вот опять носовой обтекатель. Носовая ниша шасси, кстати, влитая, и она немного пустоватая. То есть здесь непонятно, то ли их попросили, чтобы особенно там ничего не копировали, или же она такая на самом деле. Ну, честно говоря, с трудом верится, что она вот такая прям гладкая, чистая. Поэтому, скорее всего, попросили. Ну, мы все это прекрасно понимаем, что и почему. Поэтому здесь, думаю, не нужно объяснять, как это случилось. Но, с другой стороны, зато есть разрешение официальное от производителя ОКБ, скажем так. Внутри, кстати, вы можете видеть ещё и специальные гнёзда для установки шасси, стоек шасси, которые помогут с правильной координацией вот этой вот детали вместе с нишей шасси. Далее мы сейчас продолжаем распаковкой пакета. Он, как обычно, запаянный, то есть его нужно разрезать ножницами. И внутри идут несколько серых литников, которые пригодятся как для внутренней, так и для внешней проработки. И мы, собственно, сейчас и увидим, что здесь скопировано. Кстати, ещё раз напомню, то, что здесь количество деталей было немногим больше, чем 200 штук. Что для 48-й модели, и у которой длина почти полметра, немного удивляет. Это немного, скажем прямо. И здесь будет интересно посмотреть вообще, как проработана, например, кабина. Опять же, есть такая вероятность, причём она очень большая, то, что автормаркета будет куча под эту модель. Нужно только немного подождать. Поэтому тем, кто хочется собрать более подробную модель, рекомендую немного потерпеть, купить набор и подождать, когда начнут выходить всякие травления, смола и всё прочее. Например, маски даже. Итак, здесь у нас первый литник из пластикового пакета. И сразу же вы можете видеть, у нас идёт подвесное вооружение, топливные баки, ракеты. И вот, собственно, сопло двигателя. Ну, всё, собственно, то, что парное в этом самолёте, оно идёт на этом литнике. Кстати, вот колесо шасси, оно отлито цельным. А вот основное колесо будет собрано из двух половин. Разумеется, в этом, скажем так, нюансе я бы рекомендовал использовать смолу, потому что она будет более подробная. И, разумеется, в таких размерах такая перемена уже будет заметна. Поэтому рекомендую потратить немного денег. Тем более, ещё раз напомню, то, что цена самого набора невысока, поэтому вы наверняка не потратите много денег. Итак, вот сопло двигателя тоже очень классно проработано. Мне нравится, например. Но ещё раз можно заметить то, что наверняка будет и смола для тех, кому вот прям хочется заменить это на что-то альтернативное. Очень круто то, что положили ракеты в комплект, потому что некоторые производители жадничают до сих пор. Здесь же оно идёт стандартно, не нужно ничего докупать. При этом есть два варианта вооружения, насколько я помню, или загрузки боевой. И здесь уже выбор за вами. Кстати, вот ещё и фигурка пилота идёт в комплекте в сидячем положении. Её можно поместить прямо в кабину. И, кстати, качество самого пилота очень даже неплохое. Есть специальные направляющие элементы. То есть здесь всё выглядит очень даже хорошо. Далее продолжаем. Сейчас ещё одну рамку возьмём. В принципе, травление наверняка не заставит себя ждать. Эдуардовцы подсуетятся, поэтому если в кабине хочется побольше, то оно наверняка будет. Здесь вот вы можете видеть детали для вооружения отсека. И я вот пытаюсь понять. То есть это две отдельных створки. Есть также вариант полностью с сокрытым отсеком. То есть если вы не хотите ничего собирать внутри, вы можете установить одну панель, сказать то, что вот он закрыт, и всё, до свидания, и всё. А можно поставить все пилоны и раскрыть створки, чтобы внутри что-то было установлено. Здесь уже выбор за вами, разумеется. Оба варианта имеют место быть. Тем более, если вы будете собирать самолёт на подставке, нужно будет подумать. А у звезды, как вы помните, она всегда предлагает подобный вариант сборки. И здесь как бы единственное, что нужно будет сделать, это докупить саму подставку, потому что она обычно продаётся отдельно. Но посмотрим, что указано в инструкции ещё. Итак, далее мы продолжаем вот этими деталями для стабилизаторов хвостового оперения и низ шасси. Кстати, обратите внимание, какие стойки шасси. Они очень-то же крупные. И выглядят впечатляюще, скажем так. Есть лестница для пилота. Она собирается из нескольких деталей. Вот сейчас я приближу. И здесь вот вы можете видеть детали для лестницы. Есть носовое оперение и хвостовое оперение. Лестница, кстати, это очень приятный бонус, который пригодится для того, чтобы разнообразить вид самолёта, потому что мы все уже привыкли видеть самолёты просто стоящими хотя бы на какой-то подставке. Здесь же идёт ещё и лестница в комплекте. Обратите внимание на то, что приборная доска абсолютно плоская. Это, разумеется, потому что там дисплеи. И здесь у нас вот она сама средняя или основная секция лестницы. В целом, качество литья очень хорошее. Даже на тонких деталях никакого обоя нету. Кстати, вот вы можете видеть то, что опять тот же самый метод применён для стабилизаторов и килей. Я вот сейчас смотрю, как оно, собственно, сделано. Ну, то есть оно повторяет линии обшивки, я так понимаю. И опять же, всё будет вложено друг в друга. И в целом, это очень грамотное решение, потому что оно позволит собрать модель быстрее и без особых заморочек со шлифовкой тех или иных углов. Многим моделистам это наверняка понравится. Далее идёт ещё одна рамка. Здесь у нас идут уже детали для воздухозаборников двигателя. Также есть и ванна-кабины, есть и кресло пилота. И вот вы, собственно, можете видеть закрытые створки для отсека вооружения и носовой ниши шасси. То есть вот это всё, оно идёт стандартно в комплекте. Не нужно ничего умудрить, склеивать. Вы просто выбираете нужную деталь. И, в принципе, мне такой дизайн очень даже нравится. Потому что не обязательно собирать самолёт с выпущенным шасси, как мы привыкли. Можно, в принципе, сделать и с закрытым. Подставку можно даже соорудить самому. И при этом получится уже немного другой вид. Ну, опять же, вот вы можете видеть кресло пилота. Оно не прям подробное, скажем, прямо. И здесь напрашивается вопрос, почему. То есть или недостаток информации, или же опять попросили. Но, я думаю, наверняка выйдет и травление, и ремни для этого кресла, которые значительно повлияют на вид итоговый вот этого места. А кабина здесь на видном месте. Фонарь очень большой. Поэтому здесь рекомендую подумать. Стандартного типа, стандартной проработки явно не хватит, если вы хотите получить что-то особенное. И, кстати, вот вы можете видеть проработку двигателя с другой стороны. Итак, что далее? Сейчас момент. Прозрачная рамка у нас уложена в отдельный пакет. Он закрывается на замке. В принципе, очень полезная вещь в нашем хобби. Не рекомендую такие пакетики выкидывать. В них очень удобно хранить всякую мелочь. Итак, фонарь у нас сборный из двух деталей. Собственно, его можно будет скопировать как в открытом, так и в закрытом положении. Но масок в комплекте нет. Хоть качество лития и выглядит очень красиво. И обратите внимание, как качество вообще улучшилось. Но при этом я не совсем понимаю, почему хотя бы 48-е наборы нельзя добавлять шаблоны для масок, которые позволят всё более-менее аккуратно замаскировать и получить аккуратную окраску. А не тратить время на вырезание вот этих всех зон, которые затем нужно закрыть стикерами. Далее мы продолжаем сейчас от схемы окраски. Они отпечатаны на отдельной бумажке, потому что в цвете. И, в принципе, это очень грамотное решение, потому что обычно у звезды инструкции черно-белые. Сразу на первой странице мы можем видеть первый вариант окраски с таким цифровым камуфляжем. И он из 2018 года, насколько я помню. А с другой стороны, наверняка, есть и другие. Кстати, вот сейчас я попробую понять, почему у нас здесь, собственно, два листа декалей идёт. В принципе, один лист, он выделен под основные символы, насколько я вижу. А вот второй у нас, видимо, несёт всякую техничку и прочие обозначения на самолёте. Здесь ещё два варианта окраски. Собственно, всего их в наборе три. И можно сказать то, что они не очень сильно отличаются. Здесь уже нужно будет руководствоваться тем, что вам больше нравится. Но, в принципе, это нюанс камуфляжа современных самолётов. Они практически однообразные. И здесь ничего не поменяешь. Опять же, никто не запрещает вам попробовать вообще какие-нибудь воображаемые варианты окраски. Попробовать применить на своём самолёте. Далее у нас идут декали. Они в отдельном пакете, как вы помните. И два листа декалей. Один побольше, другой поменьше. То, что поменьше, он выделен под основные символы, как вы помните. Ещё раз скажу то, что три варианта окраски. И сейчас вот у нас первый лист. Здесь у нас идут не только декали основные символы внешние. Есть декали и для приборки, и для панелей на кабине. То есть, в принципе, кабина более-менее получит свою порцию декалей. Есть также декали для различных секций самолёта. Причём они идут металлизированные, скажем так. Они блестят на свету, что создаёт интересный эффект. В принципе, имеет место быть такой дизайн и наверняка пригодится для проработки вашей модели. Поэтому рекомендую наносить их смело. Только обязательно наносите по правильной процедуре, скажем так. Далее, что у нас идёт? Ещё второй лист декалей. Здесь, как я уже сказал, идёт различная техничка. Вот вы можете видеть вот эти секции, которые размещаются на самом самолёте. Ну, они не очень простые в нанесении. Мы все это прекрасно знаем. Все эти тонкие секции всегда имеют место всяким сюрпризам. Поэтому рекомендую быть аккуратным. Но техничка выглядит очень неплохо. Рекомендую заморочиться, всё это нанести. Потому что в 48-м масштабе это будет заметно, если вы поленитесь. Поэтому обязательно наносите всё на свой СУ-57. Далее, что у нас следует? Инструкция. Инструкция чёрно-белая. Сразу же на первой странице нас встречает историческая заметка. Примерно такая же, как и на коробке. Есть варианты сборки, собственно. Вот вы можете видеть первый на подставке. И обратите внимание, что всё убрано у него. Есть и внешнее вооружение, подвесной бак. Но есть ещё и второй вариант сборки. Это выпущенное шасси. Также оперение в другом положении. И также лестница, приставленная к кабине. Здесь идёт карта деталей. На ней не обозначены неиспользуемые детали или части. Так что обязательно отнеситесь внимательно ко всем этим выборам деталей. Чтобы в итоге использовать правильный компонент для вашей модели. Ну и сборка начинается с ручки управления самолётом, а также кресла пилота. Затем мы собираем уже самого лётчика и садим его в кресло. В принципе, процесс несложный. Как вы можете видеть, деталей не очень много в кабине. И, собственно, вот это, о чём я и говорю. Наверняка будет какое-то травление, которое привнесёт ещё дополнительные нюансы в кабине самолёта. Далее у нас продолжается выбор вооружения для самолёта. И опять же напомню, что есть несколько вариантов сборки. Есть с открытым, есть с закрытым. И здесь уже выбор будет за вами. То есть, если вы хотите изобразить его в боевом положении, то наверняка у вас будут открыты створки. И далее мы собираем панели воздухозаборников, также сопла двигателя. Вот вы можете видеть то, что они склеиваются из нескольких деталей. И далее... Что у нас ещё следует? Кстати, сопла двигателя даются в нескольких вариантах. То есть, или в закрытом, или в открытом. Далее у нас продолжается фонарь. И переднее оперение, как я вижу. То есть, фонарь можно собрать как в открытом, так и в закрытом положении. Будут использованы разные детали, поэтому, опять же, будьте внимательны. Далее собирается шасси и устанавливаются створки для отсеков вооружения. Собственно, здесь вот как раз и идёт выбор, если вы хотите открыть или закрыть их. Опять же, колёса вы можете видеть то, что они склеиваются из двух половин. Ну, если выберете работу с пластиковыми деталями, то придётся ещё заморочиться масками, потому что немного потребуется аккуратности, чтобы окрасить все эти шины. Кстати, вот вы можете видеть ещё и закрытые ниши шасси, или выпущенное шасси. Опять же, здесь уже выбор будет за вами. И на 20-м шаге мы можем видеть варианты установки вооружения. То есть, здесь есть и ракеты, есть и подвесной бак. И опять же, нужно руководствоваться своими фотографиями, которые у вас есть в определённом борту, если он вообще использовал подобное вооружение. И вот вы можете видеть ещё и сборку подставки, или же лестницы у кабины. Подставку, ещё раз напомню, нужно приобретать отдельно. Здесь написан номер этой подставки. И внизу идёт ещё размещение технических надписей на самолёте. Их много. Они есть даже для вооружения, что очень даже похвально. Ну и ещё раз повторюсь то, что заморочьтесь, установите все эти декали, потому что они будут заметны в 48-м масштабе. В целом, модель получилась довольно интересной. Тем более, за свою цену, мне кажется, она имеет место быть. И, хоть что бы некоторые не говорили, то, что есть небольшие недостатки в определённых местах, тот же самый носовой обтекатель мог бы быть отдельным. Но за свою цену, мне кажется, она очень выглядит неплохо. И, опять же, буду рад услышать ваше мнение в этом плане здесь, в комментариях ниже. Если видео понравилось, то обязательно нажмите кнопку лайк и подпишитесь на канал. Ну и, разумеется, увидимся в следующем видеообзоре, как обычно. Спасибо за то, что присоединились сегодня. И пока!